В эфире библейский портал Экзегет. Что может дать человеку церковь? Такой вопрос нам пришел. Вы знаете, Господь Иисус Христос нигде в Евангелии не сказал слов о том, что он даст нам правильное философское учение. Он сказал, созижду церковь мою, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, а в другом месте я с вами во все дни до скончания века. Вот он пребывает с нами в церкви, и мы знаем, что это происходит ежедневно до конца веков. И дал несколько образов для того, чтобы мы поняли, что такое церковь, потому что церковь, по слову апостола Павла, это тайна, это тайна, сокрытая от века. Церковь — это тело Христово, говорит апостол Павел, глава которому Христос. А мы все члены этого тела, то есть мы Христовы в церкви. Церковь — это лоза, живительными соками наполненная, к которой мы прививаемся как ветви. Это то, чем мы живем, соками, которыми мы питаемся. Если ветка отрубается от ствола, какие бы на ней красивые, цветы не были, как бы они ни были прекрасны, они завянут, потому что нету живительных соков. Церковь — это образ Святой Троицы. В своей первосвященнической молитве, которая изложена в Евангелии от Иоанна, Господь поступает вообще удивительно. Он не дает такую заповедь. Он делает нас через апостолов свидетелями внутри божественной, внутри троической жизни. И вот он обращается к Отцу и говорит, «Отче, да будут они едины, яко же и мы, то есть так, как мы, и да уверуют мир, что ты послал меня». Знает ли Христос, что не могут никогда никакие люди стать так едины, как лица Святой Троицы? Конечно, знает. Конечно, знает. Так же, как знает, когда говорит, «Будьте милосердны, как милосердный Отец ваш Небесный», «Будьте святы, как свят Отец ваш Небесный». Заповеди Христовы — это заповеди бесконечного развития, бесконечного Бога уподобления. Так вот, одно из направлений этого Бога уподобления — это единство людей, которые есть церковь, где двое и трое собраны во имя Моя, там Я посреди них, говорит Христос. Это тайна. Это тайна тела Христова. Это то, что не может создать человек, не может сам сделать, не может получить дары, которые Христос решил подавать нам в церковь своей. «Создам церковь, мои врата, да не одолеют ее». Поэтому церковь — это место, где человек может получить, да, что может дать человеку церковь, вопрос звучит. То, что он не может создать там. Можем ли мы создать хорошую семью? Можем и должны. Расписаться в ЗАГСе, хранить верность, служить друг другу, любить друг друга, да, и жить всю жизнь вместе. Можем? Да. Но создать из нее малую церковь мы не можем. Малую церковь из нее создает Господь через таинство венчания, дает дары, по получению которых люди могут вот это свое единство ввести в Царство Божие. Вы знаете, удивительно, почему священнику-вдовому запрещается второй раз жениться? Не потому, что к нему какие-то отдельные требования предъявляются. Нет, совсем. Просто требования, которые предъявляются каждому христианину, к нему предъявляются в полноте. И мне попадались киноварны, то есть красные пометки в древних служебниках, требниках, простите, где напоминается о том, что вдовый человек, который может еще раз вступить в брак, по слову апостола Павла, он на год отлучался от причастия. Это древнейшее церковное постановление. Почему? Потому что жена может быть только одна на самом деле у христианина. Только один может быть брак. Она там тебя ждет. Да, тебе по немощи разрешается здесь жениться еще раз. Но это ты не дотянулся до того идеала любви, который тебе предложен Богом. Вот что такое семья, как малая церковь. Может ли человек без помощи Божией это создать? Не может. А в таинствах человеку дается помощь. Что такое таинство покаяния? Может ли человек принести покаяние Богу, быть услышанным, быть прощенным? Может. Может и без накрытия Петра Хирио, без священника? Конечно, может. Библия полна такими примерами. Но получить благодатную помощь на преодоление греха, корень которого продолжает во мне жить, человек без таинства покаяния не может. Таинство покаяния – это прежде всего дар силы борьбы с грехом, который живет во мне. И который реализовался в каком-то деле. И уж тем более, конечно, человек не может сотворить хлеб и вино телом и кровью Христовым вне церкви. И вне преемственного от апостола священнослужения. Никак. Поэтому церковь – это сокровищница, как Ириня Леонский говорил. Это великая дарохранительница, где хранятся дары, которые Господь хочет нам дать. Можно ли без них спастись? Наверное, можно спастись на необитаемом острове, если Христовым туда попадает. Или, допустим, человек живет в условиях гонений, и он никогда не может приехать в храм Божий. И такое в советское время было. Причащался человек один раз в 10 лет, например, ездил в Лавру. В каком-нибудь городе Дзержинске жил под Нижним Новгородом, который весь был засекречен в столице химической промышленности Советского Союза. Там город возник в 30-е годы, там храмов не было. Выехать не мог закрытая зона. Или везде за ним следили, какой мы высокопоставленный чиновник. Или инженер, ученый, химик. Будет ли он спасен? Конечно, будет без этого, но тяжело. А потом, ведь дары Божии — это всегда источник огромной радости для человека. Покаяние — это радость для человека. Для нас всегда кажется, что это труд, который предшествует встрече с Богом. Нет. Покаяние — это и есть состоявшееся покаяние, и есть встреча с Богом. Как в притче о блудном сыне из Евангелия от Луки. «Пришел в себя и сказал, пойду к отцу моему». Вот человек пришел в себя, а отец уже смотрит на дорогу. У преподобного Исаака Сирина есть удивительные слова. Он говорит, покаяние — это трепет души пред вратами рая. То есть человек покаялся, и он уже оказался пред вратами рая. Они пока закрыты, потому что он еще живет на земле Божьим промыслом. Но он уже перед ними. Вся дорога пройдена. Он уже там, понимаете? И вот душа трепещет. От чего она трепещет? Она трепещет от радости. Поэтому, конечно, мы любим дары Божии. И дар покаяния Евхаристию, прежде всего. Это величайшая радость для нас. Сами мы этого создать не можем. Это создано Христом и преподается в церкви. Продолжение следует...